и про встречу тем не менее вот до восьмого века примерно может быть дальше чуть позднее еврейская культура как бы находилась по отношению вот этой греческой философской традиции на определенной дистанции на дистанции на самом деле очень серьезный и тем не менее после того как уже тому был завершен и возникли своего рода юридические академии главными которые были главными центрами еврейской жизни они назывались и шивой суры и шива пумпедиты это на территории современного ирака на самом деле к тому времени то есть концу восьмого века эти две и шивы они обе переехали в багдад и просто были более-менее на одной улице просто одна называлась и шивой сура другая пумпедиты но они управляли разными регионами еврейского мира но в этот период можно сказать что греческая мысль через арабскую культуру уже потому что на самом деле все это происходило теперь уже в рамках исламской культуры к восьмому то веку да вы понимаете что окружающая культура это культура исламская арабская культура евреи говорят на арабском языке пишут на арабском языке на иудиоарабском языке арабский язык записаны ивритскими буковками и начинают проникать элементы рационалистические элементы какого рода или эти элементы ну например попытка написать кодекс еврейского закона ну потому что талмуд все время приходится же с ним там как-то искать что-то такое каждый раз это все сложно на 63 трактата можно запутаться можешь сделать наконец кратенько ну просто перечислить что да как чтобы этот как бы любой ученик юридической академии ему хочется сделать такой конспект для талмудической культуры подобного рода шаг является просто невероятным да то есть это по сути дела ну ход против проекта потому что после того как я прописал этот тезис у меня я собственно говоря перекрыл возможность взаимодействия с этим самым указанием на же все дело было в том что мы как бы все подчиняем указание а теперь мы чему под подчиняем ну хорошо такой кодексе какой кодекс какая разница я все равно подчиняюсь кодексу а не нахожусь вот в этом состоянии некого диалога с божественным словом ну или нахожусь но слишком уж опосредованно нахожусь но вот такого рода элементы стали проникать в еврейскую культуру и они достигли своего пика можно сказать может быть этого бы не произошло если бы не сааде гаон гаон Гаон, само слово Гаон означает возвышенный, гордый, но в общем это в сегодняшнем иврите, это гений, например, гения называют Гаон, но тогда это просто должность главы одной из ешив. То есть было вот эти две ешивы, две главные академии и по сути дела должность Гаон, эта должность на определенном этапе передавалась по наследству, но Саадия Гаон как раз тот, кто не по наследству ее получил за счет своих талантов и так далее, он является одним из лидеров поколения, если не главным лидером поколения. Что делает Саадия Гаон? Саадия Гаон совершает культурную революцию, грандиозную культурную революцию, то есть он по сути дела все греческое наследие, включая все самые разнообразные жанры, которые оно в себя включает, привносит в еврейскую традицию. Но это оранжевая революция, никто слова не сказал, все как бы спокойно произошло, ну потому что он Гаон, как бы лидер поколения, сказал вот так. Почему Саадия Гаон совершил вот эту революцию? Есть естественно самые разные объяснения этому. Не потому что он был философ, скорее всего он не читал философских текстов в оригинале. И из всех объяснений мне нравится объяснение такой исследовательности израильской Ирины Дрори, которая считает, что, собственно говоря, этот шаг, он был шагом скорее политическим. Саадия был действительно великим политиком, дипломатом и общественным деятелем, это прежде всего. Но помимо всего прочего он, конечно, безумно плодотворный автор, сейчас я перечислю то, что он сделал, вы удивитесь. Но его руководила им, скорее всего, если Ирина Дрори права, мне кажется, что на ее объяснение очень адекватное, руководили им соображения скорее политического или социополитического характера. А именно, еврейская культура на тот момент, она оказывается в рамках вот этой самой культуры арабской. Ну, в каком-то смысле живет внутри этой арабской культуры, которая бурно развивается и цветет. Что здесь в этой арабской культуре есть? Философия? Пожалуйста. Поэзия? Прекрасно. Грамматика? Замечательно. Ну все, все науки и искусства просто расцветают. Расцветают они за счет чего? За счет как раз освоения греческой традиции, в том числе и поэзии, и все остальное. Этот период даже называется таким своего рода расцветом исламской культуры, который есть даже термин такой «исламия», вот это все цветение бурное этой культуры того периода, как раз периода Саади. Чуть раньше оно началось, но во времена Саади продолжало цвести и пахнуть. Это с одной стороны. С другой стороны, на периферии еврейской культуры возникает движение караимов. Само слово караимы происходит от слова микра. Микра — это писание, то есть караимы — это люди писания, которые как бы говорят следующее. Они, по сути дела, отрицают всю ту талмудическую традицию и весь тот посыл, который за этой талмудической традицией скрывается. А именно посыл, что мы писание определенным образом, с помощью мидраша, мы его переносим на нашу действительность очень хитрым способом, с помощью вот этого самого мидраша. То есть как бы его дробя, не пытаясь его схватить иллюстративно, не за счет нарративов, которые там есть. Мы как раз эти нарративы разрушаем. У нас для мидраша есть совершенно ненарративные техники, то есть техники соединения разных мест писания и так далее. То есть это целая система. Вот караимы говорят, что вот эта вся система, она вся была от лукавого, все не так. То есть вы исказили писание, мы подчиняемся теперь непонятно чему, вся эта устная тора, это все полная ерунда. Нужно вернуться к первоисточнику, вернуться к торе и, собственно говоря, жить по торе. Так утверждают караимы. Но они не только это утверждают караимы, это, собственно говоря, интеллигенция, можно сказать, того периода еврейской культуры, которая говорит, что хватит жить в гетто. Посмотрите вокруг, все цветет. Философия, поэзия, комментарии к Корану, какие замечательные люди пишут. Давайте и мы тоже, караимы, кстати, начинают писать как раз комментарии к писанию, но они люди писания, и начинают писать комментарии как раз в духе арабских комментариев к Корану. То есть они призывают к открытости. Это с одной стороны. С другой стороны, в рамках культуры арабской, мусульманской, возникает такое направление мысли, который включает в себя на самом деле много разных поднаправлений, под названием Калам. Калам буквально переводится как «речь», и это, если кратко говорить, это по сути дела рационалистическая арабская, мусульманская теология. И в этом смысле Калам парадигматически схож со Святоотечеством. Это апологеты. Но теперь апологеты не христианство, а апологеты ислама, то есть отцы церкви и представители Калама занимаются примерно одним и тем же. Отцы церкви, используя философию, защищают христианство или пропагандируют христианство, а Калам, используя философию как инструмент, пропагандирует ислам. Но что же это за пропаганда у Калама? Калам иногда называют людьми единство и справедливость. Тезисы такие, постулаты. Бог един, Бог справедлив, мир сотворен Богом. Вести себя нужно хорошо поэтому. Есть наказание, награда, и поэтому нужно вести себя хорошо. Ну а что здесь исламского? Нормальные монотестические тезисы, правда же? Они подходят кому угодно. А что, иудеи не согласиться, что Бог един, да? А что он не согласится, что он справедлив, да? А что вести себя надо хорошо, он сразу не согласится, тоже согласится. То есть в каком-то смысле нет вообще ничего, ну кроме каких-то специфических уже вещей, касающихся арабского, мусульманского фикха, закона, которые могли бы, а до них еще нужно добраться, да, если читаешь сочинение Калама. В принципе, можно принять. То есть получается, что еврейская культура, она атакована многократно и изнутри, и извне. Здесь Каламы, цветение культуры, здесь караимы, которые говорят, давайте откроем двери и тоже выйдем, мы будем частью этой культуры. И что делает Сааде Гаон в такой ситуации, когда и действительно движение караимское, оно было настолько сильным, что не очень было понятно, кто, собственно говоря, одержит победу. По крайней мере, так некоторые исследователи видят эту ситуацию, он делает следующий шаг. Он говорит, у нас все есть. Все, что есть там, у нас тоже есть. Как есть, спрашивают его. Ну как есть. И он быстро все пишет. Пишет очень быстро все. То есть он пишет теологический трактат, который называется «Книга верования и мнений». И этот трактат написан по модели вот этих произведений представителей Калама. Он создает еврейскую, евритскую грамматику на основе трехбуквенных ячеек, которые, вообще-то говоря, это арабская, собственно говоря, грамматика, которая перенесена, модель, которая перенесена на еврит. У мудрецов Талмуда квази-грамматические пассажи существуют, и они основаны на двухбуквенной корневой ячейке, а не на трехбуквенной. А Сааде, как бы перенося эту модель, закладывает основы развития евритской грамматики. Он пишет, переводит писание на арабский язык. Может быть, все, может быть, нет. До нас не все дошло, но он интенсивно переводит на арабский язык. Когда-то, вы знаете, да, что евреи до сих пор постятся, потому что Тора была переведена на греческий язык. А тут что-то никто не постится, он вообще все перевел на арабский язык. Спокойно, тихо, без скандала, переводит на арабский язык и комментирует. Метод его комментирования совершенно другой, не мидрашистский. Да, он похож на те методы, которые используют в том числе комментаторы Корана. Он пишет книжку, которая называется «Сефир Гаигрон», которая представляет из себя словарь, где словарные статьи по первой букве слова и по последней. Ну, по первой понятно, словарь, словарь, а по последней зачем? Это пособие для написания стихов. Он стимулирует развитие еврейской поэзии. Таким образом, говорит, ребята, давайте, и сам тоже сочиняет какие-то стихи. То есть заполняет всю полку, да, все жанры. Поэзия есть, философия есть, грамматика есть, все есть. Все, у нас все есть. Говорит Садя Гаун. И так происходит вот эта культурная революция, которая на самом деле оказывается с точки зрения истории развития культуры просто чрезвычайно грандиозным явлением, в том числе меняющим диспозицию еврейской культуры в рамках монотеистических конфессий. Сейчас я объясню, почему. Значит, у Саади у вас есть листочек с содержанием его трактата. Это книга «Верование и мнение», которую можно отнести как раз к тому, чтобы назвать это теологическим трактатом или, может быть, философским трактатом. Я не буду сейчас его зачитывать, можете просто на него взглянуть, увидеть, что, собственно говоря, то, о чём я говорил, как раз получает своё отражение в этом трактате. Есть понятие о Боге, сотворившем всё, есть о справедливости, о том, как человеку себя вести, о загробном воздаянии. И в конце последняя глава, она как раз касается еврейского закона, и она, собственно говоря, является сугубо иудейской, отличающейся от трактатов Калама. При этом, замечу в скобках, что до Саади на самом деле появляются еврейские мыслители, например, Даут Аль-Мукамис такой, который тоже занимается в школах Калама, на какое-то время принимает христианство и учится в христианских каких-то школах, возвращается в иудаизм и пишет произведения в духе Калама. Есть Ицхак Исраэли такой, который чуть старше, чем Саади Агалон, он тоже пишет и медицинские произведения, и философские произведения. Но если бы не Саади, как мне кажется, эти фигуры остались бы маргиналами, как и Филон Александрийский. Хотя сам факт того, что они появляются, он тоже как бы много значен, говорит об изменениях в рамках еврейской культуры. Но то, что произошло с Саади, это как бы полный переворот. И теперь еврейская культура впитывает в себя вот это самое греческое наследие в каком-то смысле, но в виде жанров. То есть до этого я не говорил о таких своего рода следствиях, различия вот этих двух парадигм, которые мы назвали с одной стороны Иерусалим, с другой стороны Афины. Ну, можно легко, вы можете сами додумать их. Например, для афинской картины мира новое знание является большой ценностью. А для Иерусалимской картины мира оно все находится, оно уже все есть, правда же? Мы ничего нового как бы не узнаем. Нам нужно реализовать то, что уже сказано, а не открыть что-то новое. То есть само понятие «открытие» оно как бы в области знания, по крайней мере, оно не существует. Может быть, оно должно быть заменено воспоминанием или припоминанием. Поэтому традиция гораздо более важна. Понятно, что афинская картина мира, она тяготеет к тому, чтобы увидеть индивидуума, индивидуальность автора. Есть автор, который пишет произведение. Есть понятие плагиата. А в Иерусалимской картине, что у нас есть понятие плагиата, пророк Иеремия как бы переписал то, что пророк Исаия писал, или что один у другого что-то переписал. Где там автор? Нет авторов в каком-то смысле. Потому что автор один, я являюсь проводником этого автора, но ни в коем случае не автором. Талмуд — это произведение, у которого есть авторы? Нет, нет авторов никаких. Есть просто много людей, которыми говорят один то сказал, другой это сказал. Вот у них диалог, но нет авторства. Само это понятие, вот оно приходит в Сааде. А Сааде — автор. Вот получается, что иудей может быть автором, он может написать теологический трактат, он может заниматься грамматикой, он может заниматься поэзией, он может заниматься вот этими жанрами, которые, вообще-то говоря, имеют греческое происхождение. Подозревал ли Сааде, что он привносит, ну, своего рода, взрывоопасное ядро в иудаизм? Скорее всего, нет. Ну, иначе бы он этого не сделал. А насколько оно взрывоопасно, мы сейчас увидим чуть позднее. Про этот этап я закончил. Если есть вопросы, пожалуйста. То есть, когда мы читаем, что Раби Мейер сказал со слов Раби Такого-то, это не ссылка на авторское право? Это не ссылка на авторское право, а ссылка на традицию. Это не то, что Раби Мейер является, или тот, кого он кутирует, является автором в европейском смысле, в греческом смысле слова. А он автором кто является? Моисей получил, как трактат-авод, начинается с чего? Моисей получил Тору на горе Синай. Он ему передал Яшуа. Яшуа передал Старейшину. Старейшину передали и так далее. Тогда логично, что эта цепочка продолжалась, и в том числе до Моши. И Моши, и Мэр, и дальше... Да, в каком-то смысле она, может быть, не продолжается, но подразумевается. То есть она подразумевается всегда? Она подразумевается всегда, конечно. Она подразумевается, например, в таком Мидрашеве... Читать надо ИТД. Да, ИТД. В каком-то смысле ИТД. Она проявляется, вот эта идея, очень ярко, в таком Мидраше знаменитом, который рассказывает про Моисея. Значит, Моисей попадает в Бейт-Мидраш, где идут занятия. Он сидит, ничего не понимает. О чем ребята говорят? Вообще не понятно. Там раби Акива что-то рассказывает, а он просто вообще... Он как бы в панике. Ничего себе, Тора... А где это что-то вообще? Я ничего, ни слова не пойму. О чем мне говорят? Тут раби Акива говорит, и все это было получено Моисеем на горе Синаи. И тут он успокоился. А, ну все нормально. Это оказывается я, собственно. То есть это в некотором роде можно воспринимать как преемственность в определенной школе, которую называют... Ну вот такая же преемственность. Такая школа. То есть здесь, как всегда в Талмуде, есть своего рода напряжение и диалектика такая. Не философская диалектика, а поэтическая диалектика. То есть развитие Торы Талмуд видит каким образом? Понятно, что Моисей в каком-то смысле не мог предвидеть, что мы там придумаем открывать Кока-Колу в шаббат. Или нельзя открывать Кока-Колу в шаббат. И даже не понимать, что такое Кока-Кола. То есть потому что жизнь меняется. Жизнь меняется, и она множится. Возникают самые разные проекции этой самой письменной Торы на те или иные реалии. Поэтому понятно, что он не мог пред... Как бы он не видел все эти реалии. Но принцип, который он получил, а принцип с точки зрения мудрецов Талмуда и состоял в том, что я должен вот таким образом раз-раз-раз и получить какой-то результат. Принцип остался тем же самым. Он его передал, своего рода передал инструмент, передал метод. И этим методом все это получено. И он тогда успокоился. Ну нормально. Потому что так-то я уже паниковать начал. Оказывается, все моим совком все сделано. С тем методом, который я и предложил. Получается, что не было поэзии, что вы ивреев? Получается, что не было поэзии. Опять же, в каком смысле поэзии? Поэзии в том ее виде, в котором она существует в греческом мире, а потом, например, в арабском мире. В художественной поэзии. То есть поэзии не литургической. Не сакрализированной. Да, то есть существуют пьюты, так называемые. Их можно встретить и в Талмуде. В талмудических текстах есть элементы поэтического. То есть не то, что отсутствует поэтическое как таковое. То есть есть и рифмы, еще какие-то мнемонические правила. Есть молитвы, которые можно так или иначе отнести сегодня, постфактум отнести к поэзии. Но чтобы иудей сел, взял этот самый словарик, первая буква, последняя буква и начал сочинять стихи, такого нет, конечно. Ну а дальше, естественно, что это ведет к чему? Это ведет к тому, что появляется в том числе и светская поэзия. И там спустя, предположим, 150 лет появляются прекрасные еврейские поэты, которые пишут о женщинах и о вине. Ну так же, как и арабские поэты. То есть диагностику отчества наши главные ребята, Иуда Олеви, Ибан Гвероль, они все пишут, это просто жанр такой. Это не потому, что они увлеклись женщинами или вином, хотя кто его знает, но в принципе, это просто такой жанр. И они в этом жанре тоже творят. При этом их называют раби, Иуда Олеви, все нормально. Но это не отменяет того, что он пишет такого рода сочинения. Потому что это часть этой культуры. Но это как раз тот путь, на который Саадя и еврейскую культуру направил. Мы можем задаваться вопросом, а без Саадя она что, не пошла бы по этому пути? Может быть, пошла бы. Не знаю. Но Саадя в каком-то смысле тот, кто на этот путь еврейскую культуру направил. То есть это было совершенно сознательное такое действие со стороны Саадя путем миниг и избежать ассимиляции? Ну, ассимиляции или такое принижение, поражение определенного на культурном, как бы, в культурной войне, войне культур. Он почувствовал, что еврейская культура как бы теряет в своей привлекательности. Не знаю. То есть это все спекуляции. То есть что именно думал Саадя мы не знаем. Я привел как бы мнение этой Ирины Дрори. Он же сам не пишет. Ребята, я решил все это сделать, потому что как Саадя представляет все это дело? Он представляет это дело, как будто он продолжает еврейскую традицию. Он же не пишет я делаю революцию. Говорит, наши мудрецы как толковали Туру и я толкую Туру. Все нормально. А почему я перевожу на арабский язык? Ну, потому что ребята же не понимают на иврите. Я для них и перевожу. У нас же все говорят на арабском. И все. А поэзией разве не занимались? Занимались. У нас есть пьют. И просто надо как-то интенсифицировать этот процесс. Вот вам книжка. Давайте. То есть он отнюдь не позиционирует себя как революционера. Это очень важно, потому что это хороший вопрос. Я жалко, что не сказал про это для записи. Мы же сейчас не записываемся. А, тоже записываемся. Ну, потом еще этот отрывочек можно туда перенести. Потому что это очень важно. Саадя не позиционирует себя как реформатор. Он как бы представляет дело так, как будто у нас все так и было всегда. Вообще ничего не изменилось. Нет никакой революции. Все нормально. Тихо-тихо. У нас все есть. Потому что было. Поэтому и есть. Поэтому здесь вот такой вот код. КОНЕЦ